Электрический ток. Сила тока. Электрическим током называют упорядоченное направленное движение заряженных частиц. Электрический ток возникает при упорядоченном перемещении свободных электронов и ионов. Электрический ток имеет определенное направление. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. Мы будем пользоваться несколькими характеристиками тока. Силой тока называется отношение заряда ΔQ, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени ΔT, к этому интервалу времени. Если сила тока И со временем не меняется, то такой ток называется постоянным. Сила тока, подобно заряду, величина скалярная. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Знак силы тока зависит от того, какое из направлений вдоль проводника принять за положительное. Сила тока больше нуля, если направление тока совпадает с условно выбранным положительным направлением вдоль проводника. В противном случае ток отрицательный. Другой важной характеристикой является плотность тока Ж. Плотностью тока мы будем называть отношение сила тока к площади поперечного сечения проводника, по которому этот ток течет. Вместо И напишем отношение заряда ко времени ΔT и будем считать, что ток у нас постоянный. Вместо заряда Q мы напишем N разы элементарный заряд E. Теперь мы условно представим, что за время ΔT заряд проходит расстояние L. То перемножив числитель и знаменатель на L, мы можем выделить L деленное на ΔT, как скорость упорядоченного движения зарядов. Мы получили N, E, V деленное на S, L. Произведение площади сечения проводника S на длину участка проводника L представляет собой объем рассматриваемого проводника, а число электронов, отнесенное к объему, есть концентрация заряженных частиц N, E, V. Зная эту формулу, мы можем вычислить, чему равняется скорость упорядоченного движения электрона в проводнике. Для возникновения и существования постоянного электрического тока в веществе необходимо Во-первых, наличие свободных заряженных частиц, положительных или отрицательных. Наличие свободных зарядов еще недостаточно для возникновения тока. Для создания поддержания упорядоченного движения заряженных частиц, во-вторых, необходима сила, действующая на них в определенном направлении. На заряженные частицы, как мы знаем, действует электрическое поле силы F, равное Q раза E. Обычно именно электрическое поле внутри проводника служит причиной, вызывающей и поддерживающей упорядоченное движение заряженных частиц. Электродвижущая сила. Мы уже говорили, что если у нас есть проводник, который соединяет два заряженных шара с разноименными зарядами, то на концах появляется разность потенциалов F1 и F2. Причем если F1 больше, чем F2, то в направлении стрелки будет течь ток. Но ток будет кратковременным, так как избыток зарядов перекочует в точку, где потенциал меньше, и по всему проводнику становится единый потенциал. Для того, чтобы ток существовал длительное время, нам нужно некое устройство, которое мы назвали источником питания. Из точек питания, из точки, где потенциал меньше, должен забирать заряд и переносить его в точку, где потенциал больше. Он должен поддерживать разность потенциалов. Одно лишь электрическое поле заряженных частиц, или, как говорят, кулоновское поле, не способно поддерживать постоянный ток в цепи. Под влиянием электрического поля электроны перемещаются от отрицательного полюса к положительному. Источник же питания отрывает электроны от положительного полюса и перемещает их к отрицательному, действуя против электростатических сил. Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением сил электростатического происхождения, называют сторонними силами. Природа сторонних сил может быть разнообразной. Это могут быть механические силы, ядерные силы, химические силы и так далее, но не электростатические силы. Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой электродвижущей силой, или сокращенно ЭДС. Электродвижущая сила в замкнутом контуре представляет собой отношение работы сторонних сил при перемещении заряда вдоль контура к величине заряда. Электродвижущую силу выражают в вольтах. Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это работа сторонних сил по перемещению единичного заряда не во всем контуре, а только на данном участке. Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны. А для непотенциальных сил работа по перемещению заряда зависит от формы пути, по которому совершаются работы. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами источника тока вне самого источника равна нулю. Измерение тока и разности потенциалов в цепи. При помощи гальванометра можно измерять и ток, и напряжение, так как согласно закону Ома эти величины пропорциональны друг другу. Просто для этого шкалу прибора необходимо подвергнуть соответствующей градуировке. Гальванометр, градуированный на величину тока, называют амперметром, а градуированный на напряжение – вольтметром. Для измерения тока амперметр нужно подключить таким образом, чтобы через него прошел полный ток цепи. Для этого следует разорвать в каком-либо месте цепь и образовавшиеся концы переключить к зажимам амперметра. Таким образом, амперметр включается в цепь последовательно. Для измерения разности потенциалов между любыми точками пользуется вольтметром. Пусть, например, требуется определить разность потенциалов между выводами лампы накаливания, которая накаливается каким-либо источником тока. Присоединим выводы лампы к зажимам нашего вольтметра, как показано на рисунке. То есть, подключим вольтметр параллельно. Ток от источника теперь будет разветвляться. Часть его будет протекать, как и прежде, через лампочку, а часть через вольтметр. По показаниям вольтметра мы можем судить о разности потенциалов между клеймами лампочки. Рассмотрим дальше нашу схему. Каким должно быть сопротивление вольтметра? Если сопротивление вольтметра обозначить через Rv, а сопротивление лампы Rl, то их общее сопротивление R равняется отношению произведения Rv на Rl к их сумме. Чем больше сопротивление вольтметра Rv по сравнению с сопротивлением лампы Rl, тем меньше отличается общее сопротивление R от Rl. И тем меньше искажение, вносимое вольтметром. Таким образом, вольтметр должен иметь большое сопротивление. Для этого последовательно с его измерительной частью подключают дополнительное сопротивление в несколько тысяч Ом. Амперметр, наоборот, включается в цепь последовательно. Если сопротивление амперметра Ra, а сопротивление лампочки Rl, то при включении амперметра сопротивление цепи становится R равняется Rl плюс Ra. Для того, чтобы амперметр заметно не менял общего сопротивления, необходимо, чтобы его собственное сопротивление было малым по сравнению с сопротивлением цепи. Поэтому амперметр делают с очень малым сопротивлением, порядка несколько сотых Ом. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Мы видели, что для существования тока в проводнике необходимо создать разность потенциалов. Необходимо, чтобы φ1 минус φ2 не равнялась нулю. Сила тока в проводнике определяется этой разностью потенциалов. Чем больше разность потенциалов, тем больше напряженность электрического поля в проводнике, а следовательно, тем большую скорость направленного движения приобретают заряженные частицы. Проделаем следующий опыт. Пусть у нас имеется проводник, сопротивление которого обозначим через букву R, подключенный к источнику питания. По нему будет течь ток I, который мы будем измерять при помощи прибора, называемого амперметром. Разность потенциалов будет измеряться вольтметром. Рассмотрим зависимость тока от разности потенциалов. Окажется, что этот ток будет прямо пропорционален напряжению между концами нашего проводника. Для того, чтобы получилось равенство, мы введем коэффициент пропорциональности, который называется проводимостью. Графическая зависимость тока в проводнике от разности потенциалов на его концах представляет собой прямую, исходящую из начала координат, и называется вольтамперной характеристикой. Тангенс угла наклона является коэффициентом проводимости K, который равен 1 деленный на R. Поэтому зависимость тока от напряжения примет следующий вид. Этот закон, связывающий напряжение и ток в проводнике, носит название закона Ома. Согласно закону Ома, для участка цепи сила тока прямо пропорционально приложенному напряжению U и обратно пропорционально сопротивлению проводника R. Сопротивление – это основная характеристика проводника. Единицу сопротивления проводника называют Ом. Проводник имеет сопротивление 1 Ом, если при разности потенциала в 1 вольт сила тока в нем будет 1 Ампер. Удельное сопротивление. Сверхпроводимость. Рассмотрим проводник длиной L и площади поперечного сечения S. Опытным путем было установлено, что сопротивление R проводника будет тем больше, чем больше длина проводника и чем меньше его сечение. R равняется произведению ρ на L деленное на S. Коэффициент пропорциональности ρ называют удельным сопротивлением проводника. Оно зависит от рода вещества и температуры. Если обозначить через ρ нулевое удельное сопротивление проводника при нуле градусов Цельсия, а через ρ удельное сопротивление проводника при Т градусах Цельсия, то относительное изменение удельного сопротивления ρ минус ρ нулевое деленное на ρ нулевое будет прямо пропорционально самой температуре. Чем выше температура, тем больше сопротивление. Коэффициент пропорциональности α называют температурным коэффициентом сопротивления. Он характеризует зависимость сопротивления вещества от температуры. Температурный коэффициент сопротивления численно равен относительному изменению сопротивления проводника при нагревании на 1 градус Цельсия. Отсюда можно записать, что ρ равен ρ нулевому, умноженному на сумму 1 и αT. Эта зависимость показана на графике. Или же, если температуру выразить через градусы Кельвина, то получим ρ равен ρ нулевому, умноженному на αT. У чистых металлов α приблизительно равняется 1, деленной на 273 градуса Кельвина. Зависимость ρ от T представлена на графике. Зависимость ρ от T для большинства металлов, безусловно, подчиняется закону, который мы выявили, но только до определенной температуры. На графике она указана сплошной линией. Оказывается, что при определенной температуре вблизи нуля градусов Кельвина сопротивление резко падает до нуля. Например, при охлаждении ртути в жидком гелии до 4,1 градуса Кельвина сопротивление становится равным нулю. Это явление называют сверхпроводимостью. Объяснение сверхпроводимости возможно только на основе квантовой теории. Следовательно и параллельные соединения проводников. При расчете электрических цепей необходимо использовать закон Ома. Пусть у нас имеется цепь, состоящая из двух последовательно соединенных проводников сопротивлениями R1 и R2. При последовательном соединении проводников электрическая цепь не имеет разветвлений, и поэтому ток, проходящий по этим сопротивлениям, один и тот же. Разность потенциалов на концах этих сопротивлений будем измерять при помощи вольтметров, подключенных к каждому из них. А общее падение напряжения через вольтметр, соединенный параллельно к этим двум сопротивлениям. Разность потенциалов, показанная общим вольтметром, будет складываться из разности потенциалов отдельных подключенных вольтметров. Ток же, протекающий через сопротивления R и R2, один и тот же. Согласно закону Ома, ток I, общее умноженное на сопротивление R общее, будет равняться I1, умноженному на R1 плюс I2, умноженное на R2. Ввиду того, что токи имеют одинаковые значения, получаем, R общее будет равняться R1 плюс R2. То есть, при последовательном соединении проводников, общее сопротивление равно сумме сопротивлений этих проводников. Напряжение на проводниках и их сопротивление при последовательном соединении связано данным соотношением. U1, деленное на U2, равняется R1, деленное на R2. Пусть теперь эти два проводника сопротивлениями R1 и R2, соответственно, соединены так, что их начало и концы имеют общие точки, как показано на нашем рисунке. Это означает, что общий ток I разветвляется на две части, на I1 и на I2. Общее падение напряжения измеряется при помощи вольтметра. В этом случае падение напряжения на общем участке будет общим и для одного, и для другого сопротивления, а I общее будет равняться I1 плюс I2. Подставив в себя значение токов, из закона Ома мы получим выражение U общее, деленное на R общее, равняется U1, деленное на R1 плюс U2, деленное на R2. Сократив общее значение напряжения, мы получим 1, деленное на R общее, равняется 1, деленное на R1 плюс 1, деленное на R2. Приведя к общему знаменателю и перевернув дробь, мы получим формулу для параллельного соединения проводников. r общая равняется отношению произведения r1 на r2 к их сумме. Не лишним будет добавить следующее. Исходя из того, что падение напряжения на концах сопротивления одно и то же, получается, что соотношение i1 к i2 равно отношению r2 к r1. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. При прохождении электрического тока через цепь могут производиться различные действия. Кроме нагревания проводников, могут иметь место химические превращения, а также может совершаться механическая работа. В опытах Джоуля и Ленца ток проходил через неподвижные механические проводники. Поэтому единственным результатом работы тока было нагревание этих проводников. Можно сказать, что вся работа, совершенная током, превращается в тепло. Исследуя нагревание проводников током, Ленц и Джоуль установили, что количество тепла, выделяющегося в проводнике при прохождении через него электрического тока, прямо пропорционально сопротивлению r проводника, квадрату силы тока i и времени Δt, в течение которого поддерживается ток в проводнике. q равняется r умноженное на i2 Δt. Этот закон носит название закона Джоуля-Ленца. Опыт, проведенный Джоулем и Ленцем, представим иначе. Если разность потенциалом на концах участка равна u вольт, то при переносе заряда в один кулон совершается работа в u джоулей, а при переносе заряда в Δq кулонов совершается работа в Δq u джоулей. А так как ток, протекающий через проводник, равен отношению заряда Δq к промежутку времени Δt, то можно записать, что работа А равняется iu умноженное на Δt. Эта работа может полностью переходить в тепло. а равняется q равняется iu умноженное на Δt, или же i2 умноженное на r Δt, или же отношению u2 к r умноженное на Δt. Эта формула позволяет вычислить теплоту, выделенную в параллельно соединенных проводниках. В эту формулу входит напряжение, которое является одинаковым для двух участков, соединенных параллельно. В предыдущую формулу входил ток, который является одним и тем же для двух участков, соединенных последовательно. Любой электрический прибор, лампа, электродвигатель и т.д. рассчитан на потребление определенной энергии в единицу времени. Отсюда следует определение мощности тока. Мощность тока p по определению есть отношение работы ко времени, за которое эта работа совершена. Она будет равняться iu, или i2r, или u2, деленное на r. Мощность измеряется в ваттах. При мощности прибора в 1 ватт за одну секунду совершается работа в 1 джоуль. При решении разных задач мы будем пользоваться различными выражениями для мощности тока. Закон Ома для полной цепи. Мы уже изучили закон Ома для участка цепи, который позволяет вычислить ток, если известно сопротивление участка и напряжение на его концах. Однако часто бывает так, что напряжение на концах участка цепи не задано, но известны сопротивления всех частей цепи и электродвижущая сила источника, питающего цепь. Как поступить в подобном случае? Рассмотрим простейшую цепь, состоящую из источника питания и сопротивления r. Источник питания имеет ЭДС, Е и внутреннее сопротивление r малое. Сопротивление источника, в отличие от внешнего сопротивления, мы будем обозначать через r малое. Закон Ома для замкнутой цепи связывает силу тока И в цепи, ЭДС и полное сопротивление r большое плюс r малое. Эта связь может быть установлена теоретически, если использовать закон сохранения энергии и закон Джоуля-Ленца. Пусть за время дельта Т через поперечное сечение проводника пройдет заряд дельта Q. Тогда работу сторонних сил при перемещении заряда дельта Q можно записать в следующем виде. А равняется ЭДС умноженное на дельта Q. Согласно определению силы тока, дельта Q равняется И раза дельта Т. Следовательно, работа сторонних сил будет равна ЭДС, помноженное на И дельта Т. При совершении этой работы на внутреннем и внешнем участках цепи, сопротивление которых r малое и r большое, выделяется некоторое количество теплоты Q. Это количество теплоты Q по закону Джоуля-Ленца равно и квадрат r большое дельта Т плюс и квадрат r малое дельта Т. Согласно закону сохранения энергии, А равно Q. Учитывая вышесказанное, мы получим ЭДС равняется и r большое плюс и r малое. Эта формула называется законом Ома для полной цепи. Обычно закон Ома для полной цепи записывают в несколько иной форме. Ток И равен отношению ЭДС источника питания к полному сопротивлению. Целесообразно добавить, что если цепь содержит несколько последовательно соединенных элементов с ЭДС Е1, Е2, Е3 и так далее, у которых внутреннее сопротивление r1, r2, r3 и так далее, то полная ЭДС цепи равна алгебрической сумме ЕИ, а полное внутреннее сопротивление равно сумме РИ.